Красная ковровая дорожка, легкая походка. Сегодня они борят навстречу новым свершениям. Каждому, кто поднялся в этот день на сцену, есть чем гордиться. Одни победители, другие призеры. И пусть пока только муниципального этапа, но это уже достижение. Мы сегодня собираем урожай хороший. Ушли наши звезды, такие как Василиса Фомич, но появились новые. Дима Слободин, который уже сегодня может гордиться и победой на региональном этапе в нескольких олимпиадах. Поэтому весна, второе полугодие, время подводить итоги этого учебного года. Сегодня по олимпиадам, через неделю финал учителя года. И так потихонечку доберемся до лета. А вот и тот самый Дмитрий Слободин. Ученик 11-го В-класса школы номер 8. Статный, умный и уверенный в себе молодой человек. Он четко ставит перед собой цель и смело идет к ней. Дмитрий победитель в четырех олимпиадах и призер в одной. Яркий представитель номинации. Супер успех. Я, получается, участвовал в шести олимпиадах. То есть, такие технарские. То есть, физика, астрономия, математика, ну, информатика. Вот там победил. В этом году были какие-то легкие задания по сравнению с прошлым. Еще я участвовал в экономике. Для меня этот предмет очень такой интересный. Интересно им заниматься. Интересно анализировать всякие там графики, экономические явления. А это уже лучики успеха. Школьники, которые стали лидерами в трех предметных олимпиадах. Всего их 14 человек. Анна Заболотнова из 21-й школы – победитель по истории, призер по МХК и обществознанию. Довольна своим результатом, горжусь своим результатом и думаю, что школьникам нужно больше обращать внимание на олимпиады, как на всероссийские, так и на просто вузовские, потому что это хорошая возможность поступить, хорошая возможность проверить себя. Ну и в конце концов, это возможность посмотреть шире на предмет, который ты изучаешь, не только в рамках государственного экзамена, в конце единственного класса, который мы создаем. Олимпиады – это больше про любовь к предмету, про любовь к теме. На сцену в этот вечер выходили не только победители, но и призеры олимпиад. Их в этом году 9 человек. Среди них Варвара Кустова. Она не только лидер по таким предметам, как право и технология, но и призер по обществознанию и литературе. Я сейчас рассчитываю на хотя бы небольшой балл добавочный за призерство на регионе к вузу. И рассчитываю, что данный опыт поможет мне, может быть, в каких-нибудь вузовских мероприятиях, составлениях каких-то своих проектов и, может быть, отчетов курсовых. Главный помощник для любого школьника, конечно, учитель. Весомая доля победы в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах адресована педагогу. Ведь если, стоя у доски, учитель сможет заинтересовать ученика, замотивирует его, то любовь к предмету обеспечена. А отсюда и успех. В школах Полевского работает около 700 педагогов. 21 из них сумели подготовить от 5 до 20 победителей олимпиад разного уровня. Это настолько живой процесс. И когда уже ты понимаешь, что ребенок победитель и призер, и ты думаешь, ну да, это, оказывается, была работа такая. На самом деле у нас это жизнь. Когда вот такая, на первый взгляд, обычная школьная жизнь превращается в слаженный тандем учитель-ученик, то получается прекрасный результат. 1616 участников муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Из них 313 победителей. Дальше только выше результаты. Новое, новое поколение Мы прорубаем свое течение Бьемся в скалы на древней луны Мы будущие страны Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала